Доброго дня всем уважаемые зрители! Сегодня программа «Есть что сказать» принимает Дмитрий Михайлович Володихина. Это доктор исторических наук, советник, директор Российского института стратегических исследований. Поговорим о реставрации. О реставрации всего, что, казалось бы, уже как-то так отошло в прошлое, и вдруг, как тянется Гамлета, выступает вперед и начинает вещать и влиять на умы. Здравствуйте, Дмитрий Михайлович! Вы говорите о красном ренессансе, насколько я понимаю, да? Скажите, что вы думаете на эту тему? Я так понимаю, что у вас это наболело, потому что в своем живом журнале вы не так давно опубликовали свою реакцию на инициативу восстановить в Москве на Лубянке памятник Феликса Дмитриевичу Дзержинскому. Ну, эта инициатива одна из целого куста подобного рода инициатив. Давайте вернем Волгограду название Сталинград, давайте поставим здесь, тут и там еще в ста местах памятник Иосифу Сталину. Так вот, я против всех этих инициатив. Я думаю, что красное отжило и нынешний красный ренессанс имеет несколько искусственное происхождение. То есть, в принципе, существует кризис экономический, народ живет неблагополучно. И очень часто чувство этого неблагополучия, оно питается воспоминаниями об СССР. И большинство застало-то позднюю часть СССР относительно спокойную уже, уже, можно сказать, травоядную империю. И пытается в голове себя представить, а вот в 20-е, в 30-е, в 40-е годы оно было так же хорошо, только некоторых гадов убирали с лица земли, и все было чудесно. Вот хорошо бы нынешних гадов взяли бы так вот из правительства и убрали, как убирали в 30-е годы. Нет понимания того, что если что-нибудь у нас такое, не дай бог, зашевелится, то убирать будут прежде всего те, кто находится внизу, а не наверху. Но мы отвлеклись немножечко от темы. Эти инициативы, на мой взгляд, неприемлемы. Взять тот же самый памятник Ферриксу Дзержинскому на Лубянке. Там может стоять памятник какому угодно великому деятелю. Вот Иван Третий, великий создатель России, в столице созданного им государства, не имеет ни одного памятного знака, не говоря уже о каких-то монументах. Хорошо бы там поставить памятник ему. Да сколько угодно можно найти примеров того, кому бы там надо поставить памятник. И, откровенно говоря, ставить там памятник человеку, который убил огромное количество русских православных людей, это идея, которая мне не нравится, потому что я сам русский и православный. Я не хочу человеку, который убивал моих единоверцев, я не хочу человеку, который убивал людей моего народа, ставить памятник. Увековечивать его память не надо. Если представители наших доблестных спецслужб так хотят, чтобы кто-то из деятелей отечественных спецслужб был увековечен в столице, ну, отлично, есть Бенкиндоров, достойнейшая фигура, человек, который из отечества воевал, был ранен, и который реально добился успеха. Феликс Эдмундович, это, честно говоря, фигура ужасающая, инфернальная. Ну, давайте еще Бесу поставим памятник в середине Москвы. Вот так все это выглядит, честно говоря. Дмитрий Михайлович, вот когда речь заходит о том, что, а давайте восстановим храм, и один из аргументов, ну, взорванный когда-нибудь, в какие-нибудь 30-е годы, и одним из аргументов люди православные называют восстановление исторической справедливости, ну, это для тех, на кого сакральные аргументы не действуют, то говорят, ну, давайте тогда вот и лес тут вырастим, значит, который тут вот был вообще и до храма, и вот вам будет ваша историческая справедливость. Что касается памятника Дзержинскому, там же тоже речь идет об исторической справедливости, да, то есть раз он тут стоял, то давайте уже и пусть стоит и дальше. А ну, давайте Волгограду вернем название Сталинград, и тогда возникает вопрос, о чем сразу не Царицын. Царицын все-таки изначальное название города, а никакой не Сталинград, да, там наши деды сражались во время Великой Отечественной. Но что наши прадеды и прапрадеды, недостойны памяти, те, которые жили в этом Царицыне, строили его, создавали его, молились там. Вот относительно восстановления исторической справедливости. Это очень хитрая штука, историческая справедливость. Она, вот знаете, говорят, закон, что дышла, и вот тут тоже такая эквилибристика порой с ней наблюдается. Совершенно верно. Вы знаете, когда мы начинаем говорить об исторической справедливости, либо надо быть решительным до конца и просто преследовать свой интерес. Вот есть русская православная община, которая заинтересована в том, чтобы ставить храмы, чтобы восстанавливать храмы там, где их взорвали, снесли, разломали. И мы должны давить на то, что мы восстанавливаем историческую справедливость, и не пятюкать по поводу разной ерунды, а давайте установим лес. Вот таков наш интерес. И разные теоретические споры надо просто отбрасывать. Нужно добиваться своего, не смущаясь тем, что люди пытаются нас остановить какими-то анекдотами и прибалудками. А вот вещь, которая за нас в споре, допустим, с, скажем так, левой, красной частью спектра, с неосталинистами, допустим, она состоит в том, что представители полка Ильича и Виссарионовича, они ведь сами со стариной-то, в общем, невольно дружили. Сносили и переименовывали все, что ни попадя, ни на кого не глядя. Ну, вот теперь их наследники идеологические, они что, будут ожидать, что с ними будут поступать иначе? Как поступал Ильич с русской стариной, с русской архитектурой, с русской правдой? Как поступал Виссарионович? Вот так поступят и с их правдой. И все попытки здесь как-то спорить, они упираются в том, что сердцевина этого спора гнилая. Если вы хотите, чтобы с вами поступали так, как вам представляется справедливым, но поступайте справедливо с другими, поскольку этой справедливости видно не было ни в 10-х, ни в 20-х, ни в 30-х годах, ни при Хрущеве, Николай Сергеевич, который снес полно храмов в 50-х, 60-х годах. Но не ждите в этом смысле ни доброты, ни мягкости, ни справедливости. С вами поступят так, как ваши вожди поступали с русскими и с православными людьми. Другого не будет. Знаете, в чем, извините, в мстительности? Да нет. В кровожадности. Я не мстителен и не кровожаден. Я верующий, который хочет, чтобы у моих единоверцев были храмы. Я верующий, который знает, что когда-то эти храмы снесли. Я историк, который знает, что эти храмы сносились по приказам советских начальников. Ну и с какой стати я должен теперь к этим советским начальникам, вплоть до главы правительства, относиться как-то иначе? Что посеешь, то и пожнешь. Дмитрий Михайлович, вы знаете, до недавнего времени мне казалось, что термин «православный сталинизм», например, ну это какие-то московские игры. Вот это как-то не имеет отношения к жизни, во всяком случае, ну это минимальное явление. Но когда у нас, в том числе и в эфире, развернулась дискуссия по поводу отношения к Сталину и его заслугам в победе в Великой Отечественной войне, мы встретили такое количество людей, виртуальным образом, то есть нам писали на наших интернет-страничках, которые говорили «руки прочь от отца народов», ну условно говоря, и что это не по-православному обвинять Сталина вот в том, в чем вообще-то можно вполне обоснованно его обвинить, что, честно говоря, я поняла, что какой-то православный сталинизм – это реальное явление. И это страшно, потому что это ведь в конце концов может расколоть церковь вот по этому признаку. Вы знаете, у нас церковь так огромная и так сильна, что это нормальное здоровое явление, что справа у нас находятся какие-нибудь православные либералы, ультрамеждународные, по своим взглядам. Слева находятся какие-то ультракрасные сталинистые, потому что здоровый центр все перевешивает, и все это постепенно поглощает, и все это в случае чего направляет на правильный путь. То есть радикалы, они есть в любом крупном общественном организме. Если их нет, ну, значит, он закаменел, значит, в нем не бродят соки, значит, он стареет уже. Какие-то выплески энергии направо и налево, они имеют очень неприятный вид, некрасивый, но это говорит о том, что мы здоровы, в общем-то. Ну, а теперь в какой-то степени обращаюсь к православным сталинистам. Один из главных доводов в пользу почитания Сталина в церкви стоит в том, что во время Великой Отечественной войны, в частности, в 1943 году, он восстановил кое-какие права церкви, он дал возможность вернуть из ссылки из лагерей некоторое количество священников, архиереев, позволил открыть духовную академию и вообще организовал некое послабление. Вот теперь давайте скажем отцу народу спасибо за это. Будем еще ему молиться, еще иконы напишем. Ну, давайте здраво смотреть на вещи. Товарищ Сталин у нас с середины 30-х годов, как минимум с 34-35 года, человек фактически всесильный в государстве. Так вот, между 34-м и 42-м годом, 43-м, церкви стало лучше или хуже? Если он так любил церковь, он так заботился о ней. Вот, наверное, он мог послабление-то организовать пораньше, да ничего подобного. Товарищ Сталин церковь убивал всеми возможными инструментами. У нас в 38-м году в стране оставалось 4 действующих архиереи. Остальные либо были на приходе, либо в ссылке, либо в лагерь, либо в гробу. Вот так. У нас не было ни одного действующего монастыря. У нас духовенство уменьшилось по сравнению с Российской империей в сотни раз. И в десятки раз уменьшилось по сравнению с концом 20-х годов. С концом 20-х годов. Дмитрий Михайлович, вот просто у нас 3 минуты. Я знаю, что вам возразят. Вам скажут. Но война его встряхнула, и в результате этого огненного испытания он покаялся. Нет никаких примет церковного покаяния. Он покаялся вот делом, то есть он исправился и как-то стал так сильно помогать. Церковное покаяние имеет определенные формы. У нас нет ни одного документа, ни одного воспоминания, которые четко доказывали бы, что произошел акт покаяния христианина за свои грехи. А произошло совсем другое. Планировали наступление на Украине. На Украине Третий Рейх пооткрывал огромное количество приходов. И православные, благодаря фашистскому зверю, а он действительно зверей, ничего хорошего в фашизме нет, почувствовали послабление, почувствовали, что они могут исповедоваться, причащаться, венчаться, что у них начинается церковная жизнь. И вот товарищ Сталин стоял перед дилеммой. Вот после того, как Советская Армия туда вступит, что, все это позакрывать и сделать себе, организовать партизанское движение в тылу Советской Армии, или все-таки легализовать церковь и сказать, что, ну, в общем, советская власть кое против чего не против. И товарищ Сталин, как абсолютный прагматик, сказал, мы в нем войну. Ну, ладно, давайте церковь используем как инструмент в этой войне. Раз фашисты открывают приходы, ну, и мы тоже как-то с приходами поступим полиберальнее, чем раньше. Это все, и больше здесь добавить нечего. Никакого покаяния ни делом, ни словом, ни помышлением. Только один прагматизм. Дмитрий Михайлович, я Вас сердечно благодарю за эту беседу и особенно благодарю за то, что, честно говоря, Вы меня успокоили. Мне казалось, что вот эти вопросы, которые так бурно, прям до крови и до пены у рта порой обсуждаются в церкви, они могут быть, ну, если не смертельно опасными, то очень опасными для ее организма. А вот когда Вы очень обоснованно сказали, что это, оказывается, признак здоровья, то, наверное, можно так сильно не волноваться и, может быть, так сильно не спорить. Или надо спорить? Знаете, церковь столь сильна, что брата Адова не одолеют ее. И нормальное дело, когда верующие спорят о своей вере. Нормально. Нормально, когда они высказывают свое мнение. Нормально такое было и в православнейшей Византии, такое было и в Святой Руси. Если бы мы были монолитными, как камни, ну, либо можно было нас всех оптом канонизировать, что это вряд ли, конечно, либо просто выяснилось бы, что мы уже давно все на кладбище. Когда люди тепло-хладные, когда им, по сути дела, все равно. Ну, Сталин, ну, Серафим Саровский, ну, какая разница, все они там святые, да? Вот когда человек от себя отстраняет все эти проблемы, это значит, что вера умерла. Когда он проходит через это со всей мукой сердца, когда его принципы проходят через холод и жар, когда его личность, его вера выковываются через все эти духовные испытания, вот это нормально. Это значит, что он жив, это значит, что когда он предстанет перед Богом, может, его простят за то, что он честно мучился, разбираясь со своей верой, и пытаясь сделать так, как правильно. Это Дмитрий Михайлович Володихин, доктор исторических наук, советник директора Российского института стратегических исследований. Друзья, спасибо вам за внимание, всего доброго, и оставайтесь с телеканалом «Союз». Субтитры создавал DimaTorzok